Вилеш Тилвилд, Резекция мечты, Че, 3, как говаривал один из старейших русскоязычных поэтов Украины, член НСПУ Василий Дробот, кто еще не ссал у этого поэтического столба, замечу строго от себя, как признанный в прошлом писатель-фантаст независимой Украины, что едва ли не все оперившиеся писатели НФ и фен-жанров за годы независимости написали вороха произведения о воинах-полукровках, которые перетряхивали космические государства и целые империи именно за подобные штуки. Современная ФН-сказка о юном Шейге Цигарре потери и его волшебных полукровках просто орет об этом, а она регулярно идет на ТВ и будет идти в новые времена, а если ее запретят очередные местные дегенераты, то новые авторы Украины напишут ее вновь и вновь заново. В нас зашиты социальные коды долженствования, и ни одно псевдоисторическое сутка их уже не отменит. Врага надо уничтожать и только потом записывать в святцы. Дескать, враг был сражен, посрамлен, поражен, истреблен и наказан. Нам не следует карать всю Россию, но нам следует непременно покарать на семь поколений на впредь мерзкую оголтелую рашку. И этим непременно и будет занято это, нынешнее да и последующие украинские поколения. И я это понимаю. Каратель еврейского народа Ихман в 1947 году был доставлен в Израиль в бронированном стеклянном колпаке, привезен в суд, осужден еврейским народом и повешен. Во время казни на рычаги виселицы нажимали два палача, но поскольку у евреев исторически не сложилось с карателями и палачами, то один рычаг был ложным. Карал народ, именем Гошима, запомнилось всем, что эта жалкая личность Ихман, а будет и Гиркин и прочая потерявшая человеческий облик Шваль, страдал неточно подогнанными зубными протезами, и хлебные крошки после еды причиняли ему неудобства. Лучшие стоматологи всей страны тщательно подогнали ему зубные протезы, и только затем народ повесил его. Я умоляю украинцев не быть слабыми, потому что я тоже очень опекаюсь зубными протезами уже ныне усопшего Владимира Яваривского наравне с Гиркиным. Вы меня понимаете, а к великим народам уже потом возвратится и политическая воля к миру, и историческое благоразумие. Но уже без ксенофобов и рашки, украинские литературные грандоеды уже четвертое десятилетие явно удовлетворены сетевыми нарезами, убогими блогерскими хуторками там, где на мощном литгомусе давно мог бы быть создан мощный блогерский, к тому же единый литературный пласт, проповедовал который я еще в начале 2000-х годов. Сегодня идеологи подобного форменного безобразия уже начинают разворачиваться радарами в сеть, прежде привычно чисто по-советски придавив ее всяческими халучами всегдашней ненависти к инакомыслию. Вчерашняя неформальная литература уже обволакивается как бы резами из дрань-папье, мол, были и такие, но потому и не жрали грандов, и сами литературу кровавили. Ну, что я вам скажу, сволочны ли или просто непутевые хлопцы, засрали вы мое прошлое напрочь, у вас была и литературная власть, и суждения общественные, вами справа царованное, и бабло, и челюсти ваши сытые много жрали, и коньячины было выпито с цойко не одно циберце, без меры, это не я о вас, а вот Иван Котлеревский прет из моего нутра литературного напрочь. У меня в душе, как и некогда в годину грозных испытаний у него, прет литературная вязь повседневности, а вместо заслуженной к вам неприязни, источается только заслуженный вами гротеск. У нас литературная вязь, у вас вчерашняя я разлопыхательная грязь, а что будет завтра с нашими общими детьми и внуками, становитесь мудрее, плиз, будь ласка, консолидируйтесь. У нас еще вчера есть идеи, сетевые технологии, тогда как у вас, одни откисшие мешки под глазами и допуск к по-дурному только для вас обильному держбаблу. Что есть, то есть, нам его у вас не отнять, поэтому еще раз подчеркиваю, в Украине де-факто состоялась духовная сегрегация, и нам надлежит получить свой равный с вами доступ к держфондам литературы по отдельному речищу. Вы нас патологически и злонамеренно истребляли, и теперь самое время вам просто подвинуться, нажрались. Меня же в сети интересует не только интернет-уровень культуры и сочлененных с ней искусственных субкультур, но я еще ищу себе равных, своего издателя, своего литагента, и я совершенно спокойно десятилетиями переношу угарный националистический заговор молчания, и точно знаю, при таком ко мне отношении теряют все. Ни одной украинской литгруппы на ФБ я отныне не поддерживаю, и все теперь знают почему. Просто не обращайтесь, плиз. Я жду цивильных издательских отношений в этой стране, и никому из тех, кто по трупам рвется на местечковый мишурный парадист своего творческого плеча более не подставлю. Точка. А также многоуважаемые читатели и писатели, я вынужден заявить и свою общественную позицию. После крайне черносотенной киевской книжной выставки образца 2018 года, после более чем 20-летнего моего непринятия в НСПО я полагаю, что в стране осуществляется продуманная сегрегация и подавление всех иных этнических литератур, кроме прежде означенной НСПО групповщины. Так что констатирую горький, но доконанный факт, сегрегация, так сегрегация с альтернативными структурами и с выходом напрямую в Минкульты Офис Президента с просьбой выделения отдельного бюджета на всех инаковых авторов, мимо черносотенного речащан СПО. Кстати, задайтесь банальным вопросом, кто сожрал деньги на литературу прошлого страшного военного года, и попытайтесь поискать на него правдивый и честный ответ. В современной Германии подобная инаковость питает гения современного украинизма Юрия Андруховича. По таким же квотам питаются украинские писатели Чехии и Португалии, канадийские антисемитские гранды исказили реальное зеркало ведения межэтнических отношений в нашей стране, а механизмы инаковости хорошо и правильно регулируются и оплачиваются в современной Европе. 4% авторов издаваемых в Германии ежегодно непременно должны иметь свою этническую нагрузку и тиражи книг этих авторов последительно не на этническом немцы и Андруховича. Все украинские элитгруппы на ФБ удаляйте меня. В условиях навязанной сегрегации я к вашим опусам и отстаиваемым в них взглядам не прикоснусь до изменения духовного литературного климата в нашей очень древней прежде духовной стране. С уважением, Вилештелвилд, на горе террикон, а под ним батальон, кто поляжет в ночи, кто живой, не кричи. Сегодня даже снайперские лютые дуэли уже принялись величать биатлоном. Что-нибудь и для нищего старичья поберут, типа не пузата горбатеньких. Кого в отчонкой помянут, а кого наживо темным пивом зальют что до пивасика, то прежде я предпочитал Николаевский хирис, крымский старый нектар и повсеместный церковный когор. Кто подгонит, они же только и открывают сакральный путь к звездам, даже из-за решетчатого окошка шестого отделения. Будь у меня два циберца с хирисом, три чайника со старым нектаром и бочонок закарпатского хотя бы когорца, пригласил бы всех френдов на разговор о литературных стендапах. Есть темы, хворушки-воробушки, старые нахохлившиеся воробьи, нет, это не шибко тепло и не шибко опрятно одетые троеченские старики, поскольку секондхинды повсеместно по-бандитски снесли, а обрежаться в новые вещи ни за что. Стоят у наливайки, перетирают тему. У нас тут прежде был Цветайкинский рынок, кормилось при нем 200 душ люду, пришла прокрашиванная муниципальным чиновничьим уголовка. Рынок снесли, народ разогнали, и вот смастерили спешно из металлической боу-вагонки сарай, часть которого назвали промтоварным универсомчиком червоный, завтра откроют. Но вы видели этот паскодный сарай, в нем даже нет по минимальной архитектуре обыкновенного бетонного цоколя. Завтра открытие, люди зайдут, а сарайчик-то и грохнется им на головы. Никто его не принимал по гостам и пинам, варье подогнало халабоду и баста. А они даже баннер не смогли пришпандерить по-человечески, вместо красного декоративного рантика. Ошметки с огрызками. А что вы хотите, у власти скоты? Вот у нас во дворе после полсотни звонков и публикаций, приварили со второго раза входную дверь в Парадике на убей с перекосом на смерть. Ладно, еще две недели звонков, пришли латку у Парадика в 16 квадратов пятимесячной давности латать. Три дня латают остаточным асфальтом. Вечером чуть присыпали, утром полдыры прилатали, приедут вечером дня через три. Вторую половину латки латать, когда первая рассыпется в прах придорожный. Это же транспортная дорога. Почти у каждого в доме, тачка. Миллион тачек. Посчитайте сколько в доме тачек и возьмите разовый домовой налог на содержание при усадебной территории у владельцев авто. Но зачем же так по-скотски всем жильцам неимущим муниципальную звидюлену раздавать? Литератор, чел безлошадный. Ни дырчика при мне нет, ни пырчика. Да, срочно бы на этот проект красный от системного деснянского варья всем миром наехать. На все эти кривые сарайчики с подписью червоный. Надо же придумали. Хотя задумка трусы по 30 вместо 50 вроде и к добру, но с таким злом, что не приведи Господи. Зло исполнения, по-прежнему добра не принесет. Но то было вчера. Сегодня уже и в червоный пришла мода на дырявые труселя с выпавшими кусками ткани, но по 80. А все вчерашние старухи и старички-продавцы, после разгрома тетушками Цветаевского рынка вскоре слегли, и многие, лишенные дальнейшего смысла и средств к существованию, уже больше не встали. Их вымели из этой проклятой жизни на еще более непрекаянные погосты на северное кладбище 5 или 7 в окрест столицы. Субтитры создавал DimaTorzok